Непригодными для проживания назвали выгоревшие участки в селе Аман-Карагай Кустанайской области. Строить новое жилье для пострадавших будут в другом месте, но там, куда планируют переселить погорельцев, не лучше, считают они. Возводить новостройки собираются на болотистой и солончаковой местности. Есть ли альтернатива, выясняла Наталья Строкова. В Аман-Карагайском районе сгорел 91 дом. Переселять погорельцев будут в новое жилье. Его, по поручению президента, должны построить в ближайшие 2,5 месяца. Только участки, где будут возводить жилье, людей не устраивают. Нам предлагают на данный момент новые дома в Ауликольском районе, на самой окраине, где почва не предназначена для жилья именно в сельской местности. То есть там солончак, глина, очень рядом близко вода. Это будет постоянно сырость, плесень, то есть грибки в домах. Просто будет непригодное жилье. Они красиво все поставят новое, а потом жить невозможно. Тем, кого это предложение не устраивает, в качестве альтернативы местные чиновники предлагают три варианта. Получить компенсацию по оценке старого жилья, которое сгорело, или купить старый дом, опять же, на сумму, в которую оценят сгоревшее жилье. В случае отказа только новые дома на неприглядных людям участках. В Акимате сельского округа о недовольстве жильцов знают, но разводят руками. Мол, как выяснилось, на прежнем месте больше жить нельзя. Там, где были дома, там невозможно уже строить дом. Ну, во-первых, я так думаю, это нефтебаза, стратегический объект, потом экология уже другая там. Там просто невозможно. Там планируем, может быть, открыть какой-нибудь парк, деревья высадить. Дома, по словам чиновников, которые уцелели в пожаре, пока продолжат стоять на прежнем месте, хоть и опасном, рядом с нефтебазой. Наталья Строкова, Ермик Муховедяров, Кустанайская область, Хабар, 24. На восстановление сгоревшего леса в Кустанайской области потребуется около 15 лет. А вот чтобы вернуть его прежние границы, нужно как минимум 70. Так считают экологи. В регионе продолжают бороться с природными пожарами. Где сейчас сосредоточили свои силы спасатели, расскажет о ней Анель Едельхаза. С огнем в Кустанайской области борются уже четвертые сутки. Из земли, из воздуха. В общей сложности задействовано больше двух тысяч человек. Работают посменно. На четвертый день мы находимся. Главное, очаг потушили. Мелкие очаги тушим, возграем, чтобы не произошло. Вы как-то батальоном ходите, командой? По команде ходим. Вы сейчас спите? Пару часов меняемся. Пару часов меняемся, каждую ночь, днем. Основные очаги уже потушены. Сейчас, говорит министр ПЧС, остался один. Все силы переброшены в населенный пункт Баганалэ. Там за последние сутки сгорело около полутысячи гектаров леса. Огонь с трех сторон подходил к населенному пункту. Теперь у нас мелкие очаги остались на сегодняшнего утра. И все подразделения, все силы с леса брошены на проливку и дотушивание именно этих очагов. Сгоревшие берцы и форма, охрипший от команд голос. Начальник ДЧС области лично руководил спасательной операцией. Четвертые сутки практически без сна. Оператор пропозит, у вас обувь, туфли. Да, берцы сгорели, если честно. Да. И, собственно говоря, форма немножечко тоже. А сколько здесь пожарных работало? Именно здесь, на Баганалэ? На Баганалэ, да. 200 человек примерно пожарных работало здесь. Это на этом направлении только. Порядка 30 единиц техники. Это только по службе пожаршения. Еще есть было, направлений же было несколько, но здесь, где мы находимся, именно так. На защиту своего имущества вышли все, кто остался в селе. Помогали волонтеры. Тушили огонь, эвакуировали людей, вывозили из пекла домашних животных. Многие прибыли из других регионов. Из интернет-мессенджеров узнал, что опять возгорание, поселок. У меня знакомые отсюда были. Что поселок эвакуировали. Ну, приехали у нас на двух машинах, шесть человек. Помогаем. Вот руководитель штаба поступила команда спилить деревья. Там, с того края поселка, к домам подбирался огонь. Вот спилили четыре дерева. За их лопушками забили пожар. В регион бесконечным потоком едут большегрузы с гуманитарной помощью. В них все, что может понадобиться погорельцам хотя бы на первое время. Продукты и вещи собирают по всей стране. Анелья Дальхазыерн-Абдемисинов, Хабар-24. Тревожные новости поступают с востока республики, где пламенем объято больше 300 гектаров леса. В нашем распоряжении оказались кадры, снятые с воздуха. Видимость плохая. Весь массив в Маркокольском лесничестве охвачен дымом. Очаг расположен недалеко от села Тоскаин. Всего в 10 километрах пожару присвоен повышенный класс опасности. Огонь распространяется по верхушкам деревьев. Местность труднодоступная, поэтому в тушении задействованы только пешие и конные отряды спасателей. Степные пожары тушат и в Карагандинской области, и в Щецком районе. В 15 километрах от села Козлтау произошло возгорание сухой травы. По предварительным данным, огонь охватил 300 гектаров. В тушении задействованы полсотни человек, включая добровольцев. Еще один пожар зафиксирован недалеко от Саранского шоссе. Его ликвидировали усилиями 40 человек. Жертв и пострадавших нет. А эти кадры мы получили из Алматы. На них одна из главных достопримечательностей мегаполиса Куктубе, объятая пламенем. Первые пожарные расчеты прибыли на место к 7 вечера. Ликвидировали возгорание спустя полтора часа. Обошлось без жертв. Спасателям удалось нейтрализовать огонь до того, как он добрался до смотровой площадки и частного сектора. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 3 гектара. Воспламенился сухостой. Между тем, специалисты КАЗ Гидромета выявили города, где опаснее всего дышать. Больше всего превышение вредных веществ в воздухе, а это свыше полутора тысяч случаев, зафиксировали в столице. Следом идет Караганда, Усть-Каменогорск и Алматы. В Петропавловске специалисты выявили 101 случай превышения предельно допустимой концентрации. Загрязненный воздух зафиксирован также в Жасказгане, Цимиртау, Казаларде, Актобе, Атырау и в Павлодаре. В Шемкенте компаниям по вывозу мусора придется заплатить крупный штраф. Экологи провели внеплановую проверку по жалобам жителей и нашли нарушения. Мусорщики долгое время не выходили на работу. В итоге дворы мегаполиса начали утопать в отходах. Кадрами антисанитарии шемкенцы буквально завалили социальные сети. В департаменте экологии сообщили, что штраф более чем 600 тысяч тенге получила компания, которая обслуживает большую часть микрорайонов, но выплачивать его не спешит. А теперь размер взыскания вырос в два раза. Выявили нарушения и у других ферм. В Казахстане в скором времени может появиться партия зеленых. Члены экологического альянса Байтак-Балашак уже подали документы на регистрацию в Министерство юстиции. Объединение имеет 30 представительств по всей стране. В состав входят около 10 тысяч граждан. Организация участвует в решении экологических проблем. К примеру, сейчас активисты настроены привлечь международных инвесторов для ликвидации последствий крупных пожаров в Кустанайе. По их подсчетам на это потребуется 10 миллиардов тенге. Мы поддерживаем конституционные изменения и проведение внеочередных президентских выборов. Однако в качестве кандидата мы видим Касым Жумар Татукаева. Наша партия поддержит его на предстоящих выборах. Глава государства в своем послании народу предложил избирать президента страны на 7 лет и только на один срок. Это заявление нашло большой отклик у жителей столицы. Их мнение записали наши корреспонденты. Я думаю, 7 лет это достаточный срок для того, чтобы один именно президент выполнял свой функционал, планы, которые он строит. Если мы хотим прогресса, если мы хотим какого-то продвижения, новшества, это должен быть один срок. Потому что это видение одного человека. Мир не стоит на месте. Главное, что он делает для народа, что он делает для страны и так далее. А так неважно, сколько он сидит там у себя на кресле. Переизбрать надо другого кандидата. Нам нужны новые подходы. Мне кажется, его не стоит убирать. Он только сел и уже его убирать, мне кажется, не стоит. Потому что все только начинается, вдруг дальше больше уже будет. Нынешний президент меня устраивает. Мне понравилась, что пенсия женщинам в 61 год. Понравился нацфонд для детей этот. Вот это очень-очень даже хорошее начинание. Переизбрание, голосование нужно обязательно. Хотя бы для того, чтобы, наверное, еще раз удостовериться, что нам сулит будущие 7 лет в лице господина Токаева или в лице другого. Если в будущем появятся еще механизмы, когда президенту придется нести ответственность за то, что он сделал или не сделал, это уже другой вопрос. До 65 возросло число жертв землетрясения в Сычуане. Сотни пострадали, десятки пропали без вести. Поисковые работы продолжаются. Толчки были настолько мощными, что ощущались даже в соседних провинциях. Сообщается, что в эпицентре землетрясения сильно повреждена инфраструктура. Часть районов остались без связи. Автомагистрали разрушены. Семь гидроэлектростанций получили повреждения. Многие лишились крова. Телеграмму соболезнования председателю КНР направил президент Казахстана Касымжом Артукаев. С прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В Европе на фоне полной остановки северного потока сразу на 30% подскочили биржевые цены на газ. Лидеры стран Старого Света еще активнее призывают жителей и производителей экономить энергию. Однако терпение некоторых ранее лояльных граждан уже на пределе. Из-за роста цен берлинцы протестуют против энергетической политики, а в Италии митингуют против повышения тарифов. Подробности в обзоре АСИМ Хасенказа. Запустить газопровод «Северный поток-2» и нет НАТО. С такими довольно антизападными лозунгами на улицы вышли жители Берлина. Всему причина – рост стоимости на энергоносители. Цена на них Германии только в августе выросла сразу на 35%. Это привело к высокой инфляции. По мнению протестующих, энерговойна против России не остановила конфликта в Украине, не нанесла особого вреда Москве, зато сильно ударила по кошелькам миллионов немцев. Недовольные повышением цен активисты требуют от властей скорректировать внешнюю политику. Сейчас в Германии и всему Евросоюзу не хватает природного газа, поэтому мы должны запустить проект «Северный поток-2» и лучше возобновить диалог с Россией для поиска решения конфликта. Сейчас у Берлина абсолютно нет официального диалога с Москвой. Это ошибка. Чтобы смягчить финансовую нагрузку граждан из-за высоких счетов, власти Германии выделяют 65 миллиардов евро. Антиинфляционные меры включают новое жилищное пособие, единовременные энергетические субсидии для людей с низкими доходами, увеличение детских пособий и частичное налоговое освобождение для предприятий. Более того, для надежности электроснабжения Берлин решил сохранить две АЭС. Сейчас в стране остаются три работающие атомные электростанции. Две из них по прошлому плану должны были закрыться в конце этого года. Тем не менее, министр экономики отметил, что эти меры временные и вынужденные. А так, Берлин по-прежнему намерен постепенно отказаться от атомной энергии. А во Франции, чтобы преодолеть проблему с возможным дефицитом энергоносителей, намерены перезапустить ядерные реакторы. Речь идет о 56 станциях. Некоторые из них заработают этой осенью. Более того, Париж построит новые станции. К слову, в Пятой Республике на атомную энергетику приходится почти две трети производства всей электроэнергии. Это больше, чем в любом другом государстве мира. Несмотря на это, Франция, как и другие страны ЕС, переходит на жесткую экономию. В Лионе стремятся сократить потребление там, где это возможно. Начали с уличных подсветок и иллюминаций. Освещение отключили на четыре недели. Однако сделать работу своего предприятия менее энергозатратным старается не каждый. Нередко витрины магазинов подсвечиваются всю ночь, тогда как закон требует гасить их на несколько часов. В Италии из-за энергокризиса сократят время работы прожекторов на футбольных стадионах. В стране растут цены буквально на все. В Неаполе недовольные растущими тарифами люди вышли на протест. Активисты собрались перед зданием городской администрации и показательно сжигали счета за электричество. В 20 павлодарских школах продолжается ремонт. При этом учебный процесс там проходит в штатном режиме. Лишь в двух селах дети учатся в домах культуры. Управление образования говорят, что причиной послужила затянувшиеся тендерные процедуры. В некоторых случаях есть и вина подрядных организаций. Например, одна фирма взялась за 10 объектов и не рассчитала сил. В итоге поговоренные сроки уложиться не успела. И дети вынуждены учиться теперь в шуме и пыле. В отношении подрядных организаций, которые сорвали сроки ремонта, мы уже готовим судебные иски. На данное время по 10 объектам дела уже рассматриваются в суде. Еще по 12 фактам наши юристы готовят материалы. Больше 100 казахстанцев лишили грантов после проверок видео с ЕНТ. Их сертификаты признаны недействительными. В Национальном центре тестирования сообщили, что по итогам просмотра записи результаты 153 тестируемых аннулированы. Сейчас сотрудники центра проходят служебные проверки. Отмечу, в этом году свыше 300 выпускников школ из-за попытки пронести запрещенные предметы не смогли сдать ЕНТ. За нарушение правил во время самого тестирования. Из аудитории удалили больше 300 человек. Посторонние лица через компьютеры помогли детям набрать несоответствующие баллы. Были приняты соответствующие меры, была проведена проверка. И результаты 153 абитуриентов были аннулированы, из которых 137 являлись обладателями госгранта. Проверка, как мы до этого тоже неоднократно говорили, и министерство тоже, будет проводиться до конца следующего года, пока действительны их сертификаты, которые на руках абитуриентов. Претендовать на амнистию могут только те участники январских событий, которые искренне раскаялись содеянным. Об этом заявила мажористмен Ирина Онджакова. По ее словам, шанс есть у тех, кто находится под следствием или уже осужден. На амнистию также могут рассчитывать люди, чьи преступные действия не повлекли за собой серьезных последствий. Сейчас в стране разрабатывается отдельный закон, в нем пропишут статьи и части уголовного кодекса, по которым будут оправданы участники январских событий. Документ примут в конце сентября или в начале октября, говорят депутаты. Напомню, о единовременной амнистии объявил президент во время своего послания народу. При этом шанса не будет у тех, кто совершил тяжкие преступления. Это зачинщики беспорядков и погромов, силовики, применявшие пытки, а также те, кто обвиняется в терроризме и экстремизме. Если он не раскаивается в содеянном, он не признал свою вину, он не будет подпадать под амнистию. Еще один тогда уточняющий вопрос. А как оно должно выглядеть, это раскаяние? Он должен на бумаге написать, разместить видео в соцсетях. Я уже, конечно, фантазирую, но все-таки как это должно быть выглядеть? Когда идут следственные действия, когда идет судебное заседание, человек выступает и говорит, да, я раскаиваюсь, я признал полностью свою вину. Вот так это и выглядит. Жестко реагировать на любые провокации, которые могут привести к межнациональным конфликтам, призвали члены Ассамблей народа Казахстана. Сохранение общественного согласия, по их мнению, одна из главных задач на сегодня. Ведь от этого зависит дальнейшее экономическое и социальное развитие государства. Обсудили представители этнокультурных объединений и другие аспекты недавнего послания президента. На встрече присутствовали депутаты и общественники. Наше единство является самым основным нашим достоянием. И без единства никакого прогресса не может быть. И поэтому по дальнейшему укреплению единства народа Казахстана это будет являться основной задачей не только Ассамблеи народа Казахстана, а всех и государственных, и общественных структур. Казахстанско-российское сотрудничество в сфере киноиндустрии заметно оживилось. На фоне санкций, которые коснулись и кино, российские прокатчики уделяют все больше внимания казахстанским премьерам. На широкие экраны в России выходят фильм «Нартай». Готовится к прокату еще одна картина «Скоро кончится лето». Премьеры состоялись в рамках Московского международного кинофестиваля. Фильм режиссера Вахтанги Хубутии о казахском танкисте Нартая, застрявшем в Германии в 90-е годы, в российский прокат выйдет под названием «Русский на Мариенплац» по роману, который лег в основу киноленты. В Европе фильм встретили лучше, чем на родине, считает продюсер Гульнара Сарсенова и прочит ему хорошее прокатное будущее в России. Он будет на полторы тысячи экранах. Это в пять раз больше, чем у нас в казахстанских экранах. Его российский зритель ждет. Там не комедия, там драма, над которой нужно думать. Но я считаю, что это первый патриотический фильм у меня получился. В центре сюжета дебютного фильма режиссера Яны Скопиной «Скоро кончится лето. История одного лета в многонациональном казахском дворе». Получили первые деньги финансирования в Казахстане и дополучили в Министерстве культуры России. То есть это такой продукции двух стран. Кино про мальчишку, про 90-й год, про мальчишку, который влюбился, который занимался гипнозом, как все тогда фанатели по Кашпировскому и Чумаку. И вот эта влюбленность выводит его в такое взросление. Все это связано, конечно, с эпохой Цоя, потому что это последнее лето перед его смертью. То есть это последнее лето перед тем, как ушел Виктор Цой, последнее лето перед развалом Советского Союза и последнее лето детства нашего главного героя. Российские премьеры казахстанских лент состоялись в рамках Московского международного кинофестиваля. Обе ленты попали в программу «Русский след», которой я занималась и которую я формировала. И очень приятно, что появляются молодые режиссеры. За ними, я думаю, большое будущее. «Нартай» выйдет в прокат в России в середине сентября, а фильм скоро кончится лето в конце октября. Голливуд объявил бойкот российскому прокату, а именно его релизы составляли 80% контента местных кинотеатров. И в условиях, когда прокатчики в поисках антикризисных решений, продукции казахстанских студий в России, открыта дорога на широкие экраны. Дана Нуржан, Шахзот Гамиров, Россия, Хабар, 24. В Павлодаре найден оригинал книги Ахмета Байтурсынова «Массаа». Издание в 93 странице написано арабским шрифтом, что представляет большую литературную ценность. Уникальный экспонат – областному музею литературы и искусства имени Бухар. Журау передал житель района Акула Нурлан Касымов. На протяжении многих лет книга бережно хранилась в родительском доме, как семейная реликвия. Недавно он решил передать ее в мечеть, думая, что это Коран. Однако имамы посоветовали обратиться к ученым. Книга попала в руки преподавателя Павлодарского педагогического университета, который установил, что это известное произведение Ахмета Байтурсынова. К сожалению, обложка книги не сохранилась и дата издания неизвестна. Исследовав экспонат, мы пришли к выводу, что в книге содержатся сразу три произведения. Одно из них – сборник Маса. Это своеобразная летопись, где описываются реалии того времени. Как жили люди, какие бытовые и жизнеусловия их окружали. Вообще, произведение Маса, как известно, выпускалось немного. Впервые оно вышло в свет в Оренбурге в 1911 году. Потом, спустя 14 лет, автор еще два раза опубликовал свою работу. Яблоневые сады намерен высадить в Усть-Каменогорске местный житель Сергей Бродский. Обещает, они не будут уступать знаменитым алматинским. Сергей уже приобрел больше тысячи корней и пригласил единомышленников на массовую высадку деревьев. Тысячи жителей Усть-Каменогорска и не меньше сегодня выполнили одну из главных жизненных миссий – посадили дерево. Откликнулись на призыв местного общественника Сергея Бродского. Он закупил тысячу саженцев и поставил перед собой цель – разбить яблоневый сад на манер алматинских питомников. Ким сразу сказал, да, хорошо, давай, делай. Что тебе для этого нужно? Я говорю, ну вот, земельный участок нужен, все, что я сам организую. Все это быстро смонтировали, поставили насосную станцию. Хочу, чтобы другие города Казахстана сделали что-то подобное для своих регионов. Инициатор этого экопроекта Сергей Бродский в своей жизни построил дом, вырастил сына, но и с народной помощью план по посадке деревьев он сегодня наверняка перевыполнит. Мы насыпали удобрение, поставили деревце, польем водичкой и присыпили землей. Наш молодой деревце обретет силу и будет свистеть и радовать нас плотами. Яблони для детей и внуков высаживает здесь семья Плутахиных. Рукотворный сад горожане создают для потомков, чтобы через несколько лет вернуться сюда, отведать о порт и вспомнить, как все здесь преображалось. Знаковое событие для города. Человек захотел сделать сад для всех, поэтому помочь ему принять участие в этом – это очень важно, тем более с детьми. Сажаю дерево для своих внучек, чтобы… у меня пятеро детей и два внуча уже. А для этой группы активистов посадка яблонь становится поистине ритуалом. Будущему урожаю эти дамы предрекли свойства молодильных яблок. Сейчас мы с удовольствием подхватили эту акцию, потому что яблоня – это дерево долгожитель, или это дерево продолжитель, или это дерево сказочное, молодильное. Поэтому думаю, что здесь вырастет настоящий сад. И мечты горожан о большом яблоневом саде со столь серьезным подходом к делу должны сбыться. Столько сил и духа вложено в созидание. Вячеслав Фитлугин, Жигер Бабаканов и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.